Всем добрый день! Рады приветствовать вас на вебинаре, который посвящен бюджетированию, как мы сегодня на вебинаре построим нашу работу. Вебинар посвящен подсистеме бюджетирования, а также тем вопросам, которые связаны с постановкой и внедрением бюджетного процесса в компанию. Какая у нас будет сегодня с вами, коллеги, программа? Мы посмотрим тот функционал, который реализован в ERP, в подсистеме бюджетирования, посмотрим его сквозным образом от ввода плановых показателей, разберем параметрические настройки, которые есть в системе, касаемые бюджетирования. Посмотрим тот функционал, который дает возможность получения фактических показателей и собственно проведение планфактного анализа. То есть первая наша часть вебинара будет посвящена именно той технической реализации ERP, которые есть в системе в настоящее время, в последнем релизе. После того, как мы обсудим сам функционал, то есть посмотрим, что система умеет, мы переключимся на бюджетную модель компании. Вот возьмем модель похожую и посмотрим, какие же сложности бывают как со стороны заказчика бюджетного процесса, постановщика задачи, так и со стороны тех команд, которые выполняют внедрение. Разберем основные кейсы и, надеюсь, это поможет вам в работе, в принципе полученные вот эти вот наработки. В системе ERP используется ряд основных объектов метаданных, которые, в принципе, отвечают за бюджетный процесс. Это аналитики статей бюджета, не финансовые показатели, статьи бюджета. Детально мы остановимся сегодня на правилах получения фактической информации по подсистемам, там расширены существенно источники получения. Посмотрим экземпляры бюджета и, в принципе, выйдем, наверное, на детализацию фактических показателей, в принципе, на те конкретные документы, которые, собственно, в системе результируют. Что собой представляет бюджетная модель компании в конфигурации ERP? Ну, в принципе, вот бюджетирование, вот это, она достаточно отдельно стоящая подсистема. Вот. Мы сейчас перейдем на конфигурацию. В статье бюджетов, возможно, 6 аналитик. Сейчас мы это посмотрим. А на самой бюджетной модели есть возможность дорастить еще 2 аналитики. Какие это аналитики? Это, собственно, учет по МВЗ, по подразделениям, да, и учет по организациям. Также включение бюджетной модели на уровне параметрических настроек, да, отключает, в принципе, возможность ручного лимитирования по заявкам на расходование денежных средств. Вот. И, в принципе, все лимитирование на заявочные компании переносится в бюджетную модель и производится автоматически. Я сейчас перейду в конфигурацию, в конфигурацию ERP 2.5, и мы это все с вами посмотрим. Коллеги, виден мой экран, да? Надеюсь, что виден. Если не виден, говорите. Смотрите. Параметрические настройки, они у нас здесь. Вот она, бюджетирование и планирование. Собственно, вот это вот представление флага активность реквизита запускает использование в автоматическом режиме процесса контроля лимитов по заявкам. Вот. Это одна из ключевых таких вот наших параметрических настройок. Закладка бюджетирования и планирования. Вот настройки и справочники у нас с вами есть. Модель бюджетирования. Значит, ну вот возьмем мы на примере модели нашей с вами. Мы рассмотрим, что есть в модели. Бюджеты по подразделениям, бюджеты по организациям. Вот это как раз и есть два дополнительных аналитических разреза, которые мы можем добавить к тем аналитикам, которые будут уже в статьях затрат использоваться. То есть вот их как раз включение и позволяет нам, так сказать, дорастить два аналитических разреза дополнительных. Идем дальше. Статьи бюджетов. Статья бюджетов имеет шесть аналитиков. Вот они у нас шесть аналитик. В принципе, хватает их, да, там в проектах хватает шесть. Плюс еще две аналитики по подразделениям и по организации мы можем дорастить на уровне бюджетной модели компании. Поэтому, в принципе, аналитических разрезов восемь. Что можно сказать по аналитикам? По аналитикам можно сказать следующее. Планировать мы с вами можем в любых аналитических разрезах, да, то есть вот. А вот собирать факт, то есть тут будем уже сталкиваться с теми оперативными регистрами, в которых эта аналитика есть. Допустим, мы с вами запланировали выручку по номенклатуре. Ну, планировать мы ее можем как угодно, а вот собирать факт, когда приходит, ну, разнесение платежей, приходит оплата. Конечно же, там не указывается конкретная номенклатура, за которую такая оплата выполнена. Поэтому здесь при настройке статьи бюджетов следует помнить, что, в принципе, аналитик хватает. Их достаточно много, их шесть, опять же, еще повторюсь, на бюджетной модели еще две, да, и, в принципе, их восемь, ну, более чем. То есть любую модель любой сложности можно построить здесь. Но если мы будем собирать факт, то, в принципе, нужно понимать, что в оперативных регистрах и в РПХО с расчетными, да, то есть там в бухгалтерском учете может той аналитики не быть. И тут надо сразу решить, либо мы делаем доработку, либо же вот эти вот аналитические разрезы приводим в соответствие к фактическим нашим показателям. То есть вот, чтобы показатели плана и факта у нас коррелирулись. Это наши показатели статей бюджетов. Не финансовые показатели, это вот коэффициенты, допустим, численность сотрудников, цены реализации. Это те не финансовые показатели, которые в бюджетной модели используются. Вот они, в принципе, вынесены в отдельный объект системы. Правила получения фактических данных. Вот эта штука достаточно интересная, ее нужно прорабатывать, да, прорабатывать, потому что, опять же, планировать мы можем в любых аналитиках, получать факты мы можем в тех аналитиках, которые в системе, собственно, есть. Касаемо получения фактической информации из системы. Смотрите, то есть здесь возможны 4 источника. То есть оперативный наш контур, да, регламентированный учет, международный учет, либо же можно написать на СКД произвольный запрос. Отдельного плана счетов бюджетирования нет. То есть при разработке методологии забора фактических показателей мы будем ориентироваться, вот, коллеги с вами, на вот эти источники. То есть или у нас выборка по оперативному контуру, либо же у нас там обращаемся мы к бухгалтерскому учету, либо же у нас план счетов международного учета. Почему план счетов международного учета сюда вынесен? Вот когда идет этап предпроектного обследования, есть ряд компаний, то есть это нередкая практика на самом деле, когда бюджетирование строится по данным, на самом деле вот управленка так называемая, она строится на данных международного учета. То есть вот берется отчетность по МСФУ, накладываются бюджетные корректировки, таким образом получается отчетность по бюджетированию части фактов. Этому практика такая нередкая, и международный учет как источник информации сюда собственно вынесен. По оперативному контуру, допустим, если мы подход у нас брать фактическую информацию по данным регламентированного учета, тут все просто. Мы берем проводку, берем проводку в корреспонденции, дебит, кредит. По оперативному учету не все так просто. Да, очень раньше боялись там промахнуться, взять не весь источник, было очень, прошу прощения, много произвольных запросов писали. Вот, часть показателей не охватывали. И сейчас по оперативному учету, вот, в принципе, выделены хозяйственные операции штатные, да, в системе, как они выглядят. Вот у нас такая операция, в принципе, называется на оплату поставщику. Вот, она уже готовая, она уже настроенная в системе, в принципе. И если мы выбираем в качестве источника информации оперативный контур, мы тут уже с вами будем работать с операциями, которые имеют в системе преднастрой. Значит, вот, допустим, по оплате поставщику по этой штатной, ну, хозяйственной операции настроенной, есть документы, которые, в принципе, по этой подсистеме двигаются, да, то есть вот они двигаются, вот, выписаны. Источником данных служит движение денежных средств. Вот источник данных нам указан. Вот, в принципе, те показатели, которые мы можем с вами использовать для выборки, да, в принципе, вот. Поэтому, в принципе, таким образом нивелирование риски того, что мы что-то пропустим при построении оперативного контура. При построении, если мы будем обращаться к оперконтуру, да, мы, ну, вот, в принципе, используя хозяйственные операции настроенные, да, в системе, уже вот риск, что мы что-то пропустим, он снизился достаточно, потому что источник указан, те документы, которые использованы, они указаны, вот, перечислены. Поэтому основной массив точно в нашу выборку забора фактических показателей у нас с вами попадет. Вот. Это у нас такой источник забора фактических данных. Виды бюджетов, значит, ну, это наш основной конструктор отчетов. Там, вот, он в системе вид бюджетов статьи к конкретному виду бюджета не привязан. То есть наши бюджетные статьи, они задаются отдельно, то есть вот бюджеты, они входят в бюджетную модель, да. Там, вот, если, когда мы с вами ее анализировали, по действующей бюджетной модели мы можем планировать там, в принципе, по... смотреть отчеты мы можем по любой модели планировать только по действующей. Вот. Статьи не входят, а в бюджет, вот новый бюджет, он является у нас с вами таким конструктором отчетов, да. Вот. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Значит, ну, вот, совсем простенький бюджет. Значит, здесь при наименовании отчета, да, то есть указываем, как у нас бюджет будет называться. Значит, выбираем статьи, отчеты вот отсюда не выбираются. То есть, в принципе, настроив статьи, вы потом можете их использовать, да, использовать в различных бюджетах для себя, да. То есть, тут такой перевязки жесткой нету, то есть, чтобы вы работаете с конструктором. Вот. И по строкам мы указываем, в принципе, те показатели, которые будут у нас с вами, ну, вот, и выводиться в отчет. После того, ну, в принципе, давайте сделаем сейчас, посмотрим. С самого начала, да, как это выглядит. Вот у нас новый бюджет. Вот. Ну, в принципе, как, значит, с чем мы будем иметь дело. Вот мы, в принципе, перетягиваем заголовок. В заголовке в параметре можно указать, как у нас, в принципе, если есть в компании утвержденная маркировка, да, как нам маркировать эти бюджеты. Вот, в принципе, можем там задать эту маркировку для наименования. У нас с вами будет вид отчета, у нас с вами будет период отчетности, и у нас с вами, допустим, будет сценарий. Это касаемо наименования, да. Вот. Дальше нужно будет формат представления выбрать. Несколько видов таблиц у нас будет. То есть давайте выберем вот показатели в колонках, вот такую табличку выберем, да. Вот у нас есть колонки и строки. То есть по колонке выберем, допустим, нашу статью. Сейчас вот такая у нас, мы его сохранять не будем, потому что у нас с вами такой бюджет уже, в принципе, создан, да. Вот мы ее ставим по колонке. Бюджет это конструктор, то есть, в принципе, структуру вы будете в соответствии с бюджетной моделью компании разрабатывать. И здесь сейчас вот посмотрим, в принципе, что сюда еще можно вынести по аналитикам. По аналитикам в строчечку, да. Допустим, я хочу планировать выручку по своим контрагентам. Можно планировать, это к тому, что вот в самом начале я говорила, что бюджетных аналитик 6, там дорастились еще до 8, но фактические данные тут надо четко смотреть, что система, в принципе, предлагает для сбора, вот, в принципе, фактической информации. Допустим, мы статью сюда поставим, в принципе. Теперь смотрите, система здесь предлагает нам указать конкретные фиксированные значения, да. Если это, да, там, допустим, в качестве аналитики используется контрагент, используется номенклатура, да, нет смысла сюда перечислять, допустим, весь огромный справочник, иногда по нему нет движения, да, там контрагентов, номенклатура, вот, все сюда указывают. Поэтому сюда, в принципе, поставляются те значения, по которым мы, собственно, будем работать, там, либо контрагенты, либо номенклатура, ну, в моей ситуации это денежное средство, идет, в принципе, ссылка на профильный справочник. Вот, мы можем, в принципе, там, использовать несколько статей и указать, и, в принципе, для примера, вот так вот в самом упрощенном варианте происходит настройка структуры бюджета. После того, как мы, собственно, вот с настройкой завершили, да, свою работу, вот, указали, у вас наверняка в вашей практике будут более, там, расширенные бюджетные модели, да, в принципе, вот, система предлагает нам проверить бюджет и посмотреть вид отчета. Вот, в принципе, у нас есть уже подготовленный вид бюджета. Сейчас одну минуточку мы его посмотрим. Вот, вот у нас подготовленный новый бюджет, здесь, в принципе, статья наша выручка. Вот, вот наши контрагенты, да, которые, в принципе, могут участвовать там в выборке. И по такому отчету можно планировать, ну, вот, ввод плановых показателей как раз и будет выполняться отчетом. То есть, вот сюда мы можем, в принципе, если наш отчет используется для выведения плановых показателей, то, в принципе, вот сюда указываются эти плановые значения, да, и мы видом, экземпляром бюджета их фиксируем. Вот, вот, вот так вот происходит, в принципе, ввод плановых показателей. Косяемо фактических значений. Сейчас, секундочку. Фактические значения тоже планируются в конструкторе, указывается сценарий по сбору фактической информации, да. Вот, в принципе, и вот здесь вот настраиваются у нас с вами те же аналитические расслезы, в которых мы, собственно, и планировали, да, указывается статья. Вот она. Да, вот наша статья. Что делать, если часть показателей, да, в фактическую выборку не проходит? Вот, ну, на самом деле, проверять правила забора фактических значений. Вот мы открываем такое правило забора фактической информации и смотрим наши, в принципе, дополнительные отборы. Очень часто при настройке фактических показателей проблематика бывает не в том, что, в принципе, какие-то документы, да, там у нас не попали в выборку, а в том, что банально стоят отборы. Вот если, допустим, будет у вас тут стоять фильтр организации, там, и по контрагенту вот такой, да, то, соответственно, в настройке, да, в настроенные фактические отчеты попадут только организация Андромеда Плюс и только контрагент дальнейшей западных филиалов. Поэтому, в принципе, если у нас с вами получается сложности, да, при получении фактических показателей, то нужно проверять, ну, во-первых, источник данных, может быть, просто нет документов там в системе, а во-вторых, проверять отборы, которые указаны вот в правилах настройки фактических показателей. Вот, в принципе, вот это у нас такой, ну, методика проверки, да. Значит, что мы еще здесь посмотрим? Мы еще посмотрим зависимые обороты. Вот, статья и зависимые обороты по бюджетной статье, они настраиваются вот здесь, то есть про них тоже надо помнить, вот, при построении нашей бюджетной модели. Фактических значений. Так, сейчас, в принципе, бюджет у нас с вами есть. Сейчас, минутку. Вот, вот у нас, в принципе, фактические данные. Планирование выполняется в разрезе с сценариев, то есть мы планируем там по сценарию плановому, фактические данные можем получать по другому сценарию. Вот мой сценарий получения фактических информаций, это фактические данные. В принципе, по контрагенту были документы, да. Вот, они в отчет выведены. В принципе, мы можем посмотреть, что же происходило. То есть детализация. Документы себе выстроить. И посмотреть, в принципе, каким документом регистратором пришли вот эти вот фактические данные в бюджетную расшифровку, да. То есть это полная, в принципе, прослеживаемость хозяйственной информации до документа регистратора. Соответственно, до документа, который делает снижение. Вот этот отчет, он называется оборотная ведомость по статье бюджета, да, детализированный до документа. И, в принципе, когда мы начинаем с вами анализ, да, там плановых наших показателей, фактических наших показателей, то, в принципе, мы можем до документа регистратора с вами, соответственно, провалиться и посмотреть, чем та или хозяйственная операция у нас вызвана, да. Вот, ну, тут следует сказать, что при заборе фактических данных смотрите, пожалуйста, внимательно отборы, то есть, потому что превалирующее большинство сложностей именно с отборами связано, да, вот, и источники. То есть, в принципе, вот эти вот типовые хозяйственные операции, они себя хорошо зарекомендовали и, в принципе, достаточно удобно с ними работать. Теперь касаемо планфактного анализа, то есть, план мы запланировали себе, фактические данные мы вывели, да, что у нас касается планфакта. Смотрите, сейчас мы используем для ввода плановых показателей. Вот этот флаг, он используется у нас с вами, коллеги, для планирования. Смотрите, если мы с вами получаем планфакт, да, фактически анализируем два сценария, плановые фактически, да, фиксируем отклонение. Вот, в принципе, если в конструкторе бюджета у вас будет стоять вот этот вот флаг, используя для ввода плана, у вас сценарий вывести в отчет никогда не получится. Поэтому, если ваш вот вид бюджета будет нацелен именно на получение планфактного анализа, вот этот флажочек снимайте просто, потому что он, ну, вот корреляцию между двумя сценариями он вам увидеть не даст. То есть, это такая особенность подсистемы, про нее помнить нужно. Вот, смотрите, сейчас, в принципе, поговорим о том, какие сложности, да, возникают с этим всем. У нас есть функционал, который, в принципе, достаточно можно запланировать, да, вот в бюджете, там, получить экземпляр отчетов, да, то есть, там, сформировать... Нужные нам значения, как плановые, так и фактические, то есть, вот, какие же сложности, вот, как нам перейти от модели бюджета, которая у нас в Excel находится, к системному функционалу, да, в принципе, что нам нужно, да, чтобы, вот, бюджетная модель компании, она автоматизировалась полноценно и, в принципе, никаких сложностей не возникало. Я сейчас переключусь на презентацию, да, вот, в принципе, мы посмотрим такой небольшой кусочек, да, бюджетной модели, вот, и, в принципе, попробуем проработать те основные кейсы, которые возникали при внедрении в таком небольшом моменте, они сразу, в принципе, после обзора функционала становятся ясны. Сейчас я перейду. Так, коллеги, видна моя бюджетная модель? Скажите, пожалуйста. Так, хорошо, смотрите, вот у нас бюджетная модель, это такой маленький кусочек из нее, да, на самом деле, тут вот, это операционный бюджет необоротных активов, здесь, в принципе, есть своя детализация, как правило, в таких бюджетных моделях в Excel прописаны формулы и те финансисты, которые, в принципе, там, вот, постановщики задач со стороны индустрии, со стороны компании, они говорят, ну, мы же все дали, там же есть формулы, ну, ребят, ну, настройте нам, пожалуйста, вот, вот такое же, да, и на самом-то деле, будем мы счастливы, всем будет нормальная задача, да. На самом деле, смотрите, вот у нас есть бюджетная модель ее кусочек по необоротным активам, да, есть такие показатели, как долгосрочные авансы, да, там, резервы обесценения по долгосрочным авансам, есть у нас там, допустим, авансы, вложенные в необоротные активы, и вот их нужно как-то, в принципе, автоматизировать. Вот, коллеги, чтобы у всех было понимание, почему возникают сложности с обоих сторон, то есть, с одной стороны, предприятие говорит, мы вам дали нашу бюджетную модель, да, она даже есть в Excel, вот, сделайте нам такую же в системе, у вас там есть конструктор. Смотрите, вот эти вот все показатели, ну, вот, допустим, разберем мы их на долгосрочных авансах, да, как мы до этого с вами посмотрели, в системе ERP есть несколько вариантов фактических выборов, да, то есть, там можно по оперативному контуру выбирать эти авансы долгосрочные, можно там по субсчету отдельный задать в системе, да, там на плане счета бухгалтерского учета, а может наш бухгалтер сказать, не согласится сказать, я, в принципе, авансы за ними, за необоротные активы в учете не выделяю, там, вот, берите эту информацию, там, только в международном учете и только там, да, поэтому, чтобы мы рекомендовали, да, вот, со своей стороны по построению бюджетной модели. Ну, если возникают сложности в проекте, да, там, при автоматизации, это какой-то из статных, там, в принципе, стадий бюджетного процесса, там, и процесса автоматизации, он пропущен, то есть, вот, на самом деле, когда команда приходит внедрение, там, на предприятие внедрять под систему бюджетирования, вот, здесь важно понять, что все вот эти показатели, они должны быть описаны, вроде бы как и банальную штуку, да, я сейчас говорю, но, вот, превалирующее большинство, в принципе, внедрений, ну, вот, никому не придет в голову, там, разрабатывать комбайн КБ-200, а, к сожалению, вот, при автоматизации, там, сложных расчетов, там, и по международным стандартам, и бюджетных процессов, не договариваются, так скажем, на берегу по автоматизации, вот, этих показателей по правилам и по описанию, да. Когда вы находитесь со стороны предприятия, вы должны понимать, в принципе, да, что коллегам интуитивно непонятен ваш процесс, они прекрасно знают, там, допустим, его стадии, многие работали в индустрии, они понимают, там, допустим, что с плановыми показателями не возникнет сложности, вот, чаще всего возникают сложности, это с забором фактических показателей, если их не прописать. На этом этапе, на самом деле, мы с вами должны, вот, ну, приведу чуть-чуть вот пример, да, описать операнды, то есть все вот эти вот показатели наши, да, то есть там показатели забора фактических, фактическая информация, они должны быть прописаны, то есть вот, что у нас выносится на статью, да, там, бюджета, что у нас, в принципе, получается из фактических данных, да, что мы берем из бухгалтерского учета, с каким коэффициентом, что мы берем из международного учета. На самом деле, вот сколько предприятий, столько и историй, да, в предприятии может быть как отсутствовать полностью бюджетная модель, да, то есть, в принципе, так и присутствовать в каком-то Excel формате, но здесь должно быть у всех понимание сложиться, что по такой бюджетной модели, вот, должна быть, в принципе, четкая алгоритмизация, четкое предписание, да, в принципе, тех источников. Компании, которые проводят внедрение, возможно, не нужно погружаться там в механизмы ваши получения плановых показателей, вот, планировать, но в обязательном порядке должны, в принципе, они знать, какие аналитики, да, то есть по тем или иным бюджетным операциям. Вот, допустим, БСА, там, 16308, когда внедренец там получает вот такой вот отчет, он не знает, что это значит, да, в ваших бюджетных моделях, ну, вот, на предприятии ряд таких сокращений, да, там команды нередко глоссарии на проекте создают, поэтому чем больше, чем открытие будет, вот, бюджетный процесс со стороны компании, чем четче регламентирование он будет прописан, да, вот, на ЭТЗ это абсолютно не та фаза, которую стоит пропускать в проекте, да, то есть там, может быть, где-то что-то другое стоит пропустить, но вот техническое задание и разработку, в принципе, его пропускать ни в коем случае не нужно, да, вот эту вот кодировку, ну, масса вариантов, вы можете там действительно быть потребность добавления номенклатуры и планирования выручки по номенклатуре, да, у нас такие проекты были, но тут всем здорово нужно понимать, что это будет новый аналитический разрез на каком-то из плане счетов, да, там либо на бухгалтерском, либо на международном, либо же вы в оперативные регистры пойдете и его добавите, да, то есть вот, что такую аналитику нужно будет сопровождать при обновлении, то есть конфигурации вручную обновление делать, да, и что все дополнительные у вас, ну, то, что терпит Excel, может быть там, в принципе, чревато на системе, вот, поэтому если какие-то аналитики у вас добавляются, пожалуйста, тоже будет такая рекомендация, проверяйте быстродействие, да, то есть вот, вот добавили мы это, условно говоря, номенклатуру в систему там, ну, в оперативные регистры там, которые отвечают по выручке там, либо же на план счетов бухгалтерского учета, либо международный план счетов, да, вот, вот проверьте, как после этого будет система работать, то есть подвисание воспроизводится там быстрее, медленнее, да, поэтому, в принципе, вот этими вещами тоже, пожалуйста, в проектах не пренебрегайте, то есть, в принципе, путь к успеху, да, тут только один, детально прописывать, да, в принципе, все, что есть на конструкторе, да, вот, в принципе, вот эти вещи прописывать, вот, детально прототипировать вот эти вот вещи, работать с статьями доходов и затрат, Потому что, в принципе, это основные наши классификаторы. И работать с теми аналитиками, которые мы, в принципе, в системе с вами видели, то есть с теми аналитическими разрезами. Вот эти вещи стоит делать. Вторая стадия бюджетного процесса, когда вы, в принципе, закончили стезе, закончили, поняли, каких аналитик вам хватает, не хватает, вывели все функциональные разрезы, чего в системе все-таки недостаточно. Вот здесь, в принципе, стоит подходить к утверждению бюджетов, к процессу согласования бюджетов. Сейчас мы вернемся в конфигурацию, в принципе, посмотрим, что еще из полезного функционала есть на бюджетном процессе. То есть, в принципе, вот если полностью разобрались бюджетные модели, что еще можем посмотреть в самой подсистеме. Сейчас перейду в конфигурацию. Так, коллеги, мы с вами, опять же, в бюджетной модели. Да, в принципе, вот находимся. Значит, у нас на бюджетной модели, собственно, настраиваются технологические циклы. Ну, по моему пониманию, в принципе, это второй цикл бюджетирования процесса. То есть, первое, вот, в принципе, как мы проекты ведем по касаемо бюджетирования. То есть, мы определяемся с теми бюджетными формами, которые идут, определяем взаимосвязь таких бюджетов, что является операционными бюджетами, что является мастер-бюджетами, да, там, производные бюджеты. Потому что сначала делаются бюджетные источники, потом, соответственно, мастер-бюджет. Вот. Здесь, в принципе, вторым шагом, когда вот эти все моменты с показателями, с забором фактической информации, они утрясены, нужно переходить на модель бюджетирования. И, в принципе, определять, вот, здесь можно настроить расписание бюджетных задач. То есть, каждый бюджет имеет статус, да, имеет, там, стадию утверждения. Вы можете в своих, там, в принципе, в компаниях, наверняка у вас есть, это кто бюджет готовит, кто бюджет утверждает, да. И в зависимости от этого, в принципе, настраивать расписание по бюджетным задачам, да. То есть, вот здесь вот на модели бюджетирования настраивается такое расписание, да, бюджетных задач. И потом они приходят вашим конкретным специалистам, конкретным коллегам, да, для, в принципе, утверждения, согласования той или иной задачи. То есть, вот, для того, чтобы подготовиться к этой работе в компании, у вас должна быть так называемая матрица полномочий, да. То есть, это к вопросу той методологии, которая в компании должна быть на момент подготовки бюджетного процесса. То есть, в принципе, должны быть формы, должно быть понимание по источникам бюджетных показателей для фактических данных. И должны быть, в принципе, вот матрица полномочий, потому что в зависимости от того, может быть, у вас там одно подразделение готовит эти бюджеты, и этот функционал будет нерелевантным, да, для компаний. Ну, если все-таки процесс разрозненный, да, то есть одно подразделение бюджета готовит, другие специалисты его утверждают, вот здесь настраивается в бюджетной модели настройка расписания. Да, после того, как мы настроили расписание, вот, утверждать бюджеты, еще один такой важный факт, смотрите, вот этой бюджетной модели, утверждать бюджеты не стоит флажочек, да. На самом деле, если мы его проставим, проставим эту активность реквизита, у нас будут, возможно, управление стадиями бюджета, то есть, вот, статусами, скорее, да, бюджет подготовлен, бюджет утвержден, вот эти вот статусы, они у нас появляются по вот этому флагу, утверждать бюджеты. Вот, вот отсюда, в принципе, оно используется, значит, статус действует, смотрите, но еще раз повторюсь, вот, планировать, вот, система планирования, она работает таким образом, что планировать можно по действующей бюджетной модели, отсчеты, в принципе, бюджетные смотреть по любой, вот это у нас управление статусами, это то, что касается модели. Так, вот у нас, в принципе, еще, когда мы настроили наши стадии, это вот монитор бюджетных показателей и процессы подготовки бюджета, вот это будет здесь отображаться в монитору, бюджетные задачи, в настроенном расписании вашим коллегам приходить вот сюда, в бюджетные задачи, да, вот. Теперь смотрите, как нам, в принципе, вот пошагово, да, быстро подготовиться все-таки к внедрению. Ну, вот, смотрите, допустим, вот этот вот там процесс, бюджет, это бюджет административных расходов, то есть, в принципе, что нужно сделать с моделью компании, когда принято решение по ее автоматизации? Нужно хорошенечко провести ревьюирование в части тех бюджетов и их классифицировать. То есть, вот, допустим, бюджет административно-управленческих расходов, это такая классика, да, операционного бюджета, в принципе, который должен готовиться одним из первых. То есть, там, допустим, если БДДС, там, бюджет движения, да, денежных средств или ПНЛ-управленческий или балансовый лист, это то, что мы называем мастер-бюджетами, да, они должны готовиться во вторую очередь. Почему? Потому что часть из них могут опираться на подготовленные и согласованные бюджеты вот операционных подразделений. То есть, сначала мы собираем операционные бюджеты, там, по направлениям расходов, либо по типам МВЗ, да, мест возникновения затрат, а потом уже готовим мастер-бюджет. И технически по специалистам, то есть, вот тоже там немножечко погружайтесь, пожалуйста, как это выглядит, да, там, у команды внедрения. Очень часто в проектах тоже это разбивают, то есть, одни специалисты готовят, там, допустим, операционные бюджеты подразделений и другие специалисты уже, в принципе, когда по подготовленным, там, там, скажем, низовым бюджетам готовят бюджеты вышестоящие, так называемые мастер-бюджеты, вот, и, в принципе, собирают вид. Может быть, другое разбегение, да, может быть, в системе, в принципе, кто-то вводит плановые показатели, там, в принципе, ну, таких особых сложностей не возникает, коллеги прорабатывают вот структуру, то есть, там, колонки, графы, то есть, цветовую раскраску, то есть, вот эти моменты прорабатывают для себя. А вот, и с планом особых сложностей, то есть, дают им плановые показатели, они их вводят, да, а другие коллеги уже имеют, там, прорисованные плановые показатели, которые заполняют ваши бюджеты фактически. Может быть, вот такое разбиение, поэтому к моменту автоматизации бюджетного процесса в компании, пожалуйста, проведите инвентаризацию таких бюджетных форм, да, их показателей на полноту и корректность, да, чтобы там, в принципе, посмотрите, насколько, вот, в принципе, нестандартные аналитики, так скажем, вам дороги, да, вот то, что сегодня, в принципе, разбирали планирование, там, выручки по аналитике. То есть, оставляем там либо реинжиниринг процесса, либо же, в принципе, сделали доработку, смотрим, как она на подсистему ложится, да, вот, вот эти вещи. И в обязательном порядке установите, пожалуйста, очередность автоматизации бюджетных форм, потому что, ну, в принципе, если мы будем стартовать от каких-то сложных форм, да, там, вот, управленческого ПНЛ или от балансового листа, да, то есть, там, вот, то, в принципе, не имея, там, мастер бюджетов, ну, вот, небольших бюджетов операционных подразделений по типам расходов, да, в принципе, то мы, возможно, будут сложности, да, с мастер бюджетом, вот, в принципе, вот так вот. Следующий момент такой немаловажный, смотрите, как мы взаимодействуем с бухгалтерскими службами, да, если у нас большой холдинг, вот, и заборка информации фактической. Давайте еще раз на нее посмотрим, да, вот у нас настройки, вот у нас, в принципе, правила получения фактических данных, вот, чтобы мы, в принципе, о них же. Вот смотрите, у нас один из вариантов, да, заборов получения фактических данных является регламентированный учет. Допустим, мы получаем наши фактические данные по себестоимости и по данным бухгалтерского учета. Что следует помнить в этом концепте? Когда вы строите бюджет, особенно бюджеты фактически, период уже должен быть закрыт. То есть нет смысла, да, там, допустим, если ваша компания закрывает период 5-го числа месяца следующего за отчетным, да, нет смысла показывать фактические бюджеты, собирать фактические бюджеты раньше, чем бухгалтерия закрыла период. Ну, по понятным причинам. То есть себестоимость еще не подсчитана, финресс еще не сформирован. Казалось бы, вещь понятная, но, к сожалению, кейсы неуспешных внедрений именно потому, что технологический цикл закрытия не соблюден, вот они сплошь и рядом. Поэтому, когда, в принципе, идет у вас автоматизация бюджетного процесса, в том числе проговариваете с бухгалтерией, вот, потому что, ну, очень часто бюджетисты – это одна группа специалистов, аккаунтинг, бухгалтерская служба – это другая группа специалистов, да. Вот, проговаривайте, пожалуйста, наверняка вы это знаете по своей компании, да, но, в принципе, уточнить не мешает. Какие сроки, да, компания все-таки закрывает период? Что может быть, в принципе, не совпадение с международным учетом? Могут быть ряд отклонений, да, между бухгалтерским учетом и учетом по МСО. Есть процедуры раннего закрытия, да, то есть так называемый экруэл, когда компания берет что-то по начислению, по методу начисления, да, берет его по международному учету, а в бухгалтерском учете коллеги ждут фактически, вот, когда документ придет и отражают хозяйственную операцию по полученному акту, да. В международном учете закрываются быстрее, да, там закрываются по бухгалтерской справке, вот, и, в принципе, это называется быстрое закрытие экруэл. На самом деле, вот эти вещи при набюджетировании, они хоть косвенно, но влияют, да, то есть, вот, если правила ведения учета в компании, ну, вот, бухгалтерский учет ведется по одним правилам, а международный учет ведется по другим правилам, да, то есть, то есть, так называемые, там, в принципе, корректировочные операции. Вот, перечень корректировочных операций, их тоже нужно понимать, да, то есть, потому что это будет не совпадение, это будет отклонение, вот, если управленческая отчетность строится на данных международного учета, то, в принципе, это один путь. Вот, если на данных регламентированного учета, но с поправкой, там, на международный отчет, с учетом, там, КРУЭЛ или других показателей, это другой путь, да, вот, вот эти вещи, как по полноте этих корректировок, да, так и по временному отражению их в системе тоже нужно понимать. Таким образом, немножко подрезюмирую, что нужно иметь к моменту автоматизации, да, вот, пришли к нам коллеги, будут у нас бюджетный процесс автоматизировать, вот, мы, допустим, посмотрели тот функционал, который в системе есть и готовимся к этому автоматизации бюджетного процесса. Что нужно иметь, вот, в принципе, чтобы это более-менее гладко прошло, хотя бы предпроектная какая-то наша стадия, да, такая стадия ТЗ, стадия функционального прототипирования, вот, что нужно иметь, ну, во-первых, нужно иметь бюджетную модель, с коллегами на их языке, вот, с автоматизаторами прописывать, да, то есть, какие показатели, как они получаются. Помнить о механизмах забора фактической информации, да, и, в принципе, честно, коллега, вот, ориентировать на тайминги, что у меня там, допустим, регламентированный учет компании там закрывается до 10-го, по международному учету мы там закрываемся, скажем, до 15-го числа месяца следующего за отчетным, и, в принципе, оперативный контур, вот, в принципе, по оперативному контуру мы получаем выручку. Когда у нас более-менее с вами рождается взвешенная система, да, там, допустим, плановых и фактических показателей, то, в принципе, какой-то дискоммуникации не должно возникать. Следующее, что нужно, это перебрать все бюджетные формы, да, и составить приоритизацию их автоматизации, то есть, вот, допустим, у нас один из филиалов, выстроить их, там, допустим, по филиалам, по структурным подразделениям, по типам расходов, возможно, то есть, там, допустим, бюджет выручки в первую очередь, бюджет административных затрат во вторую очередь, то есть, иметь какую-то внятную приоритизацию, проклассифицировать вот эти вот бюджетные формы на операционные бюджеты, да, и на мастер-бюджеты, то есть, вот, что является бюджетом первого уровня, что является производными от них, да, то есть, вот, в принципе, вот так вот проклассифицировать и составить матрицу полномочий. Матрица полномочий – это, в принципе, если вы будете, ну, вот, функционал использовать по системе ERP по бюджетным задачам, и у вас действительно бюджетные, в принципе, вот, отчеты по бюджетам проходят процесс согласования, да, то, в принципе, вот эту ролевую карту на момент внедрения она должна быть, то есть, что вот это подразделение готовит, вот эти вот специалисты утверждают, и вот оно так вот проходит. Вот это такие основные, в принципе, фехи, которые должна проходить, ну, компания, чтобы максимально безболезненно к этому бюджету подойти. В принципе, оперконтур достаточно неплох сам по себе, имеют преднастроенные операции, да, то есть, операции хозяйственные, вот мы их с вами смотрели. Чем они хороши, да, там, для автоматизации? Они хороши однозначно, что прописан вот источник здесь, то есть, что прописан перечень, там, документов, которые влияют на ту или иную подсистему. В принципе, мы можем с вами выбрать ряд показателей, которые будут выводиться, там, сумма, сумма без НДС, сумма с НДС, вот эти вот, в принципе, вещи, они здесь достаточно указаны, то есть, в принципе, потому что если не владея, там, на уровне функционального архитектора или технического архитектора под системой ERP, достаточно сложно настроить фактические показатели, там, по оперконтуру, поэтому, в принципе, вот эти вот типовые хозяйственные операции, они, как бы, в принципе, даются нам в помощь, да, для того, чтобы фактические данные получать максимально безболезненно, да. Помните, пожалуйста, о выборках, да, по отборам, то есть, если проверяйте отборы, если что-то не выводится, вот. Ну, в принципе, вот такой вот путь. Ну, в принципе, залогом успеха автоматизации бюджетного процесса, это не бойтесь в компании создавать кросс-функциональную команду. На самом деле, если в этой команде будут участвовать там, в принципе, и плановая служба, если она отдельно в компании выделена, да, там, и департамент бюджетирования, и бухгалтера, да, там, и айтишники, то вот такая вот кросс-функция дает, как правило, хороший, такой стабильный, ну, вот, проект, который обречен на успех, скажем, потому что если специалистов по тем или иным подразделениям, они из этого процесса выпадают, вот, ничто так проекту не вредит, как разрозненность, да, то есть, допустим, не позвали бухгалтеров, не знаем, когда период закрывается, не позвали специалистов по ФРС, по международному учету, не знаем, какие экруэлы допущения бывают в компании, да, поэтому, в принципе, ну, вот, четкая ТЗЛ, понимание функционала базового, и, в принципе, владение таймингами компании, вот, с привлечением нужных специалистов, он такой успех и проекту и дает, да. Давайте посмотрим, какие у нас вопросы в чате, что есть, ага, наверное, ничего. Коллеги, скажите, пожалуйста, какие у вас на данный момент вопросы к этому ко всему? Так, поясните, пожалуйста, разницу между статьями и показателями бюджета и особенность их применения. Ага, спасибо за вопрос, смотрите, значит, у нас бюджетирование, сейчас, прошу прощения, настройки, так, статьи бюджета, это оборотная сущность. Что такое обороты? Вот смотрите, допустим, в системе у нас есть регистр сведений, да, там надо что-то периодическое, вот обороты, это, ну, грубо говоря, то, по чем мы не выведем остатки, да, то есть вот оборот. Оборот, выручка, там, допустим, ну, выручка плохая, допустим, давайте статья доходов, да, то есть вот мы его месяц накапливаем, вот этот доход по месяцу, и мы его статью доходов закрываем по месяцу, да, сальдо мы по оборотной аналитике не имеем, сальдо это наш остаток. Вот, вот эта статья, она оборотная, а показатель бюджета, да, он остаточный, это вот как регистр накоплений, да, то есть вот чем системная таблица отличается, сведения от накоплений, да, там сведения он на дату периодически остатки не выводит, накоплений он имеет остатки, то есть там, допустим, если бухгалтерским языком сказать, да, приходит расход остаток по, в принципе, той или иной статье. Вот один показатель, он у нас оборотный, а другой остаточный. Это такие основные моменты отличия. Так, коллеги, скажите, какие у нас еще, в принципе, вопросы к этому всему? Ну, смотрите, как бы очень по бюджетированию, в принципе, есть в ЦСО вот такие хорошие курсы с практикой, да, то есть там, вот, в принципе, хорошо при внедрении там специалистов-заказчиков на такие курсы посетить, то есть оно через руки проходит, в принципе, там бюджетные показатели настраиваются. Когда ты взял одну операнту там настроил, один бюджет сформировал, фактически данные у тебя получились, то есть там наткнулся на то, что поставили плановое значение там, ну, сценарий не увидели, вот эти руки, они на самом деле дают большие, ну, большой навык и большое понимание, то есть до какой-то глубины уже доходишь, да, с этим всем. Поэтому, в принципе, чем, ну, вот, больше вы владеете вот этим функционалом бюджетирования именно со стороны компании, тем легче процессы внедрения проходят. Вот. Что еще хорошо? Вот эту всю нормативку, сейчас еще вот вопрос у нас возник, да, которая есть, вы ее, пожалуйста, людям, потому что сейчас в автоматизации очень много работает на самом деле ребят из консалтинга, да, очень часто у нас звучат там вопросы, зачем мы будем давать им внутренние там положения, внутренние распоряжения какие-то, да, вот, вот дали им Excel, пусть по этому Excel работает. Ну, на самом деле нет, не так. Сейчас очень много специалистов действительно из консалтинга. Если ваша модель есть, она формализована, возможно, там подскажут сразу там по аналитикам, там по стадиям, по классификациям бюджетных форм и направлений, то есть вот эти вещи. Поэтому, в принципе, делитесь такой информацией. Что у нас еще в чате? Так, можно, пожалуйста, пример коротенькой связи мастер бюджета и подчиненного бюджета. Ну, смотрите, мастер бюджет сейчас поищем, да, это PNL какой-то такой побольше бюджет. Тут у нас есть бюджетные отчеты. Сейчас возьмем. Ну, вот, наверное, похожая ситуация. Смотрите, вот это вот у нас БДР наборной. Смотрите, вот это вот доходы, часть, вот это расходы, в принципе, вообще производственные расходы, да. Вот это, по сути, наверное, так скажем, мастер бюджет, потому что по-хорошему, да, вот когда идет реальная бюджетная модель компании, то отдельно бюджетируются доходы. Там мы, в принципе, планируем их, планируем там по направлениям, по СКЮ, возможно, там, ну, возможно, по каналам продаж, да, там. Есть у нас связь с ИРМ-системой, там, возможно, часть информации отсюда проходит. Вот эти вот подразделы, это, наверное, ближе к локальным операционным бюджетам. Доходы, расходы, вообще производственные. А вот этот вот БДР, да, то есть бюджет доходов и расходов, вот это вот как раз мастер бюджет. Да, он собирает все расходы, доходы в единое целое, указывает там статьи, в принципе, вытаскивает их вот сюда, вот. И, в принципе, вот такой вот агрегированный бюджет, потому что сначала прорабатываются вот эти вещи, да, потом это собирается в какой-то консолидированный бюджет. Еще доходы могут быть по подразделениям, да, то есть там по нескольким компаниям, и вот сюда вот он агрегируется, агрегируются, да, вот эти вещи. Поэтому вот, ну, в принципе, ПНЛ, бюджет доходов и расходов, и бухгалтерский, ну, там, либо пробный баланс, как это называют, вот это вот агрегированный мастер бюджет. Так, коллеги, какие еще вопросы, скажите, пожалуйста. Ну, вот подсистема стала гораздо гибче, то есть, ну, допустим, мы как-то тоже готовили вебинар, да, между там, допустим, управлением холдингом и ERP, то есть, в принципе, вот использование вот этих типовых операций и планов расчетов, которые уже есть в ERP, оно существенно облегчает заборку фактических показателей. То есть, в принципе, это один такой вот, как бы, плюс к внедрению, да, то есть там, что в систему уже какой-то, в принципе, конструктор штатный предлагает для этого все. Вопросов не вижу в чате. Коллеги, ну, основную подсистему мы разобрали, да, материалы будут на сайте на нашем, в принципе, презентация там тоже будет. Вы нам можете, в принципе, с Ириной писать, мы с удовольствием там, в принципе, если у вас вопросы после вебинара появятся, да, мы на них ответим. Если, в принципе, нужна какая-то информация там по функционалу, по бюджетным моделям, тоже пишите нам, пожалуйста, вот, будем, будем рады ответить. Презентацию всем разошлем, материалы будут в доступе. Так, вопрос появляется. Спасибо. Так, хорошо, коллеги. Если, в принципе, на этой, в этой части вопросов нету, вот, будем заканчивать. Спасибо огромное, что пришли к нам, вот, в принципе, пишите, да, будем стараться отвечать на возникающие вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.